Всем привет дорогие друзья! Сегодня у нас речь пойдет о конденсаторном микрофоне, а точнее о фантомном питании для него. Сейчас у меня в руке вот такая вот звуковая карточка. Прошу вас, пожалуйста, не покидайте наше сегодняшнее видео, потому что речь идет не просто о карточке, а о доработке этой карты. Обзоры, тесты, ремонты и розыгрыши. Подписывайся, чтобы не пропустить. Все чаще и чаще я замечаю, что люди покупают эти карточки и говорят, что здесь фантомное питание 5 вольт. Но на самом деле здесь даже близко его нету. Здесь питание составляет около 2,5 вольт. Но почему же люди тогда говорят, что здесь 5 вольт? Наверное думают, что напряжение от USB 5 вольт напрямую поступает на наш микрофончик. Но это не так. Здесь напряжение подается отдельно от чипа. Чипа такого маленького лепешечки. Да, я тут эту лепешечку изобразил. Эту я пока звуковую не буду разобирать. А вам поэтому все изобразил вот так вот условно. И показал, что у нас здесь разъем USB. Показал, где минус, где плюс и как приблизительно это все подключается. Кнопочку можно использовать разную, лишь бы все это ваше дело вместилось в этот маленький компактный корпус. Все, что нам сегодня пригодится, это один маленький микровыключатель, два резистора, один на 1 кОм, другой на 750 Ом. И полярный конденсатор 100 микрофарад на 10 вольт. Можно, конечно, и поменьше. В некоторых случаях можно и на 5 вольт. Но все-таки я не доверяю этому разбросу плюс-минус 10%. Поэтому, перестраховавшись, поставил на 10 вольт. Паять сегодня не буду, так как все я уже собрал, а вам лишь только рассказываю. Поэтому коврик у меня остался для компьютерной мышки, так как скоро мы перейдем на компьютер и проверим, как работает фантомное питание в этой звуковой карточке. А как у меня это все получилось, вы можете видеть это сейчас. Вот у нас маленький конденсатор 100 микрофарад на 10 вольт. Два резистора. Один вот этот маленький идет от плюса питания 750 Ом. И 1 кОм вот сюда у нас идет. Он идет у нас на микрофон. Я вот тут посидел, покопался с этой платкой и так понял, что здесь у нас микрофончик в монорежиме, а не в стерео работает. 100% вам, конечно, утверждать это не буду. Но припаявшись сюда, наш конденсаторный микрофон, который 100% в монорежиме работает, работает здесь все отлично. Маленький переключатель мне пришлось немножечко подломать. Убрать у него тут металлические части и обрезать длинные выводы. А все выглядит приблизительно вот так. Я старался, чтобы по высоте они у нас не сильно выпирали. Хотя и запас у нас хватает. Что касается самого корпуса, то и его пришлось немножечко доработать. Как видно у нас здесь вот, например, есть небольшой пропил. Аналогично и на другой части есть пропил. Этот пропил сделан лишь только для нашего выключателя. Ах да, и чтобы выключатель сюда нормально влез, пришлось срезать небольшие грани. Вот, наверное, видно одна и вторая грань. Она не то чтобы переделана, она немножечко доработана. Доработана таким образом, чтобы вот этим выключателем мы могли возвращаться в нормальный ее режим. То есть, когда у нас фантомное питание составляет 2,5 вольта. И таким образом, китайский конденсаторный микрофон BM700, 800 или как их там еще только не называют, работают с этим уже нормально. Вообще, я специально провел небольшой тест, в котором замерял, какое же фантомное напряжение нужно подать на наш микрофон. А фантомное напряжение для нашего конденсаторного микрофона выглядит приблизительно так. 47 там где-то, 48 вольт. А здесь у нас 10 вольт. График по X у нас показывает напряжение, а график по Y показывает у нас чувствительность. Таким образом, при напряжении фантомного питания 10 вольт мы получаем практически такие же характеристики, как и при 47-48 вольт. При питании от 5 вольт мы также получаем неплохие характеристики. Знают некоторые, кто уже пользовался этими звуковыми картами, что здесь есть такая вот настройка в наших драйверах, которая при выставлении у нас увеличивает чувствительность. На самом деле это не фантомное питание, а всего лишь чувствительность. А таким образом, когда фантомное напряжение составляет всего 2,5 вольт, мы получаем невысокую чувствительность, поставив галочку, которую мы поднимаем. Но поднимаем мы ее, знаете как, вместе с шумами, что не очень для нас хорошо. Единственный выход из этой ситуации поднять само фантомное напряжение. Именно для этого я и собрал эту схемку. А схемка-то выглядит так. Для кого-то, может быть, понять не будет это, но я нарисовал еще и в обычной схематике. Здесь у нас напряжение плюс 5 вольт, 750 Ом резистор и фильтрующий конденсатор 100 микрофарад 10 вольт. Также параллельно этому конденсатору я пробовал добавить керамические, чтобы уменьшить шумы. Но этого не случилось. Также вам хочу сказать замечание по поводу шумов самого конденсаторного микрофона. Они присутствуют. И я вам скажу так, что они присутствуют даже вот в этом рекордере. Как я ни старался, я не могу избавиться от каких-то дополнительных шумов. Ни звуковая карта, ни сам микрофон с этим справиться не могут. Если только дополнительно его не обрабатывать. Конечно, в видеоролике, наложив музыку, кучу там всякого монтажа, может быть даже где-то немножечко улучшив звук, мы можем добиться очень хорошего и качественного звука. В принципе, звук и так качественный, но шумы там все равно присутствуют. А теперь я предлагаю перейти на наш компьютер, подключить нашу звуковуху и проверить звук уже изнутри. Так много наболтал, сам охренел. Итак, теперь запись у нас происходит на компьютере. Давайте сразу проверим наше записывающее устройство. Подключено ли у нас все. Итак, мы видим микрофон H1. Это Zoom H1, на который сейчас ведется запись, и вы слышите голос с него. И USB Audio Device. Это наша звуковая карта, которой сейчас подключен к конденсаторным микрофон. В настройках записи нашей программки Audacity мы выбрали USB Device. И также давайте еще проверим, какие параметры у нас выставлены на нашу звуковуху. А в звуковухе мы видим, что у нас стоит увеличение чувствительности. Да, она у нас имеется. И уровень стоит около 50. Вот как-то так. Так, и сейчас мы с вами попробуем сделать первую запись. Запись началась, и мы видим, что у нас небольшие изменения в амплитуде уже происходят. И эта запись происходит одновременно на рекордер и на конденсаторный микрофон. Запись началась, и мы видим, что у нас небольшие изменения в амплитуде уже происходят. И эта запись происходит одновременно на рекордер и на конденсаторный микрофон. Сейчас у нас фантомное питание включено не было, и мы видим с вами следующие результаты. Что у нас амплитуда не слишком высокая А эту запись я уже прослушал и в ней очень хорошо слышны шумы А теперь, чтобы было все наглядно Давайте сделаем запись, в которой я сделаю переключение с увеличением фантомного питания И вы сами увидите, что произойдет в это время при записи Итак, вот запись у нас уже пошла и видно амплитуда побежала Сейчас я произвожу переключение Вы видели вот такой вот характерный скачок Но при этом громкость, которую теперь наш микрофон видит и чувствует гораздо выше Итак, вот запись у нас уже пошла и видно амплитуда побежала Сейчас я произвожу переключение Вы видели вот такой вот характерный скачок Но при этом громкость, которую теперь наш микрофон видит и чувствует гораздо выше И таким образом мы получаем следующее У нас немножечко увеличились шумы Вот то, что у нас было в начале и вот то, что у нас получилось сейчас Как вы видите, шумы, конечно, увеличились Но вместе с шумами амплитуда выросла очень сильно И тем самым мы получили полноценное устройство для записи с нашего китайского конденсаторного микрофона прямо на компьютер Причем, обращая ваше внимание, что уровень сигнала у нас всего лишь на 50% И эту чувствительность мы можем еще увеличивать Но я не вижу смысла, так как амплитуда на данный момент уже чуть ли не зашкаливает Ну а всем, кому понравилось наше сегодняшнее видео, смело ставим пальцем вверх Кто еще не успел, подписываемся на наш канал, чтобы не пропустить новые видеоролики С вами был Кирилл и до новых встреч Пока-пока Моргает, светится Только обновил программку ВКонтакте Тут что-то, смотрю, все у них изменилось Хоть бы музыка осталась Да, музычка-то осталась И один фиолетовый Следующее нажатие же выключает этот прибор И еще одно, но самое важное замечание Если же это ночник и вы его используете у себя